Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На стабилизацию цен повлияет рост количества введенных в эксплуатацию жилья по данным регионального Минстроя. К концу 2021 года застройщики сдадут 2 миллиона 800 тысяч квадратов с ростом на 400 тысяч по сравнению с прошлым годом. При этом второй год подряд 90% жилья сдается застройщиками досрочно. Тот повышенный спрос на ипотеку со стороны граждан, он уже, наверное, стабилизировался. Очень рассчитываем на то, что объемы жилищного строительства будут продолжать расти, по крайней мере. У нас в республике все для этого есть и цифры действительно впечатляют, рост год к году. И, соответственно, спроса ажиотажного тоже уже не будет. Спокойно, с теми ставками рынка, которые сегодня складываются, можно будет рассмотреть не ажиотажно вопрос приобретения собственного жилья. По мнению экспертов, процентная ставка по ипотеке продолжит расти после Нового года, а может превысить 10%. Но бояться этого не стоит, так как даже льготная ипотека не является панацеей. Соответствующие программы постепенно сходят на нет. Прежде всего, должны расти доходы населения, которые пока не растут. Соответственно, тоже накачивать ипотеку льготными бюджетными деньгами тоже не стоит. Надо искать новые варианты. А людям более... Это задача государства. Государство должно решать вопросы доступности жилья. А вам, нам с вами, покупателям обычным, надо более взвешенно подходить к этому вопросу. Говорить о том, что сегодня стать выгодно инвестором жилья. Нет, вы не станете выгодным инвестором. Когда мы говорим о ипотеке, вообще это ничего общего с инвестициями не имеет. По данным Единого ресурса застройщиков в конце третьего квартала, средняя стоимость квадратного метра жилья в Башкортостане превысила 70 тысяч рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. Средняя площадь строящихся квартир составляет 48 квадратных метров. Всего на сегодняшний день в Башкортостане возводится почти 300 многоквартирных домов на 73 тысячи квартир. Белорусские инженеры будут перенимать опыт проектирования и строительства инфекционных госпиталей в Башкортостане. Делегация прибудет в Уфу на международную неделю бизнеса, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в ходе визита в Республику Беларусь. В свою очередь, по словам главы правительства, башкирским специалистам интересен опыт соседней страны в части модульного строительства многоквартирных домов и быстрого возведения частных построек. Рынок ИЖС региона хоть и демонстрирует рост, но недостаточный, чтобы сравняться с общероссийскими показателями. Белорусская сторона говорит, что у них есть технологии быстрого, качественного, недорогого строительства малоэтажного жилья, что, в общем, важно, потому что мы сейчас идем с хорошим результатом в этом году по строительству жилья в нашей республике, но при этом традиционно больше половины это ИЖС, индивидуальное жилье, и как раз если в этот сектор дать хорошие дешевые материалы и компетенции и такие домокомплекты, то, наверное, это бы способствовало еще большему и росту, и просто нашим жителям было бы удобнее, когда они закупают уже хороший, качественный домокомплект и его строят. В ходе визита делегации Башкортостана в Беларусь констатировали снижение взаимного товарооборота из-за пандемии сделки организаций стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Сейчас общая стоимость экспорта и импорта в совокупности составляет 280 миллионов долларов. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко поставлена задача нарастить эту цифру до 1 миллиарда долларов. В продолжении темы белорусская компания Гомсельмаш поставит в Башкортостан 60 зерноуборочных комбайнов. Соответствующее соглашение накануне подписали руководителя предприятия и республиканского Минсельхоза. Кроме того, глава Гомсельмаш планирует поставлять специальные тележки для перевозки жаток. Такая техника будет импортироваться в республике со скидкой до 10%. Соглашение с Госсельмашем также предусматривает поставку в Башкортостан техники на газомоторном топливе со скидкой до 14%. Это далеко не первый опыт взаимодействия белорусских и республиканских предприятий. 4 тысячи тонн катализаторов мы сюда поставляем. То есть есть потребность и белорусская компания есть у нас. Сейчас мы будем увеличивать это. Прошло два года, есть конкретный результат. С альтернативой, то есть подписываем конкретно уже соглашение на 100 миллионов рублей. Пусть сумма небольшая, но она такая начальная, она первая, она пойдет. Трамвай, троллейбусный завод наш. То есть кузов, который сегодня ездит уже на территории Российской Федерации, в том числе в Ульяновске 40 машин, у нас 10 машин. То есть они опять совместные предприятия. Накануне стало известно, что республика ожидает поставки 40 троллейбусов из Беларуси. Для этого стороны подписали офсетный контракт. По данным регионального Минпрома, в 2020 году Беларусь в общем объеме башкирского товара оборота заняла четвертое место с долей в 7%. Затраты на закладку садов аграриям Башкортостана возместят в сумме 7,5 миллионов рублей. Ставка субсидий за интенсивные сады на 1 гектар составляет 250 тысяч рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Эльшат Фазрахманов. Всего в этом году в регионе заложили 93 гектара плодовых, а также ягодно-кустарниковых садов. Наибольшая часть площадей принадлежит чешминскому оплодо-овощному питомнику. В этом году компания заложила интенсивные сады на площади в 7 гектаров, кустарниковые более чем на 5 гектаров. У нас именно фруктов и овощей в республике пока еще недостаточно. Все-таки завозится из южных регионов и импортных много, поэтому хоть каким-то образом возместить такая поддержка у нас оказывается. В том числе совместной поддержки с федеральным и республиканским бюджетом. Проект чешминского плодо-овощного питомника по развитию садов интенсивного типа с общим объемом инвестиций порядка 2 миллиардов рублей состоит из четырех этапов. На первом, который продлится до 2022 года, в хозяйстве на площади более 80 гектаров проведут закладку яблоневых садов интенсивного и суперинтенсивного типа. Дополнительно начнут выращивать перспективные сорта земляники, черноплодные рябины и смородины. Последующие этапы предусматривают расширение садовых площадей до 1000 гектаров, строительство хранилища и распределительного центра для плодов и ягод, пополнение транспортного парка, в том числе автолавок для развоза готовой продукции. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.